Ученые Инженерного института Казанского Федерального реализуют проект, в рамках которого можно определить подлинность наличия посторонних примесей и однородность дозирования различных лекарственных препаратов. Основным элементом является хроматографическая колонка, представляющая собой трубу, заполненная стационарной фазой сорбентом. Он представлен в виде мелкодисперсного порошка или пористой монолитной структуры. На данный момент в России нет аналогов отечественных производителей хроматографических колонок, в том числе и по причине отсутствия отечественных разработок по сорбенту. Мы исследования проводили по получению сорбентов различные структуры для различных материалов. Затем, когда увидели возможность получения для хроматографии, подготовили заявку на госзадание и создали молодежную лабораторию, которая занимается разработкой и доведением именно уже для досидейного производства данного сорбента. Это нужно, конечно, в большей степени для лекарственных препаратов, чтобы, прежде чем их выпускать, надо всегда состав смотреть и так далее. В этом плане мы работаем и с нашими другими структурными подразделениями, которые заинтересованы в создании данной колонки. По словам директора Инженерного института и одного из авторов проекта, хроматографическая колонка – расходный материал. Он применим практически везде – в химических исследованиях, в фармацевтической промышленности и других. Она позволит получать более точные данные. Установка для реализации указанного способа состоит из устройства для механического измельчения, конвейерной ленты, генератора высокочастотного индукционного разряда, насоса и распылителя. Сейчас патент есть, спокойно мы можем уже производство внедрять и передавать на другие предприятия. На подготовке еще два патента мы тоже готовим, уже как конструкцию, как это получать серийно, и, соответственно, анализ, ну, саму даже технологию получения оксида кремния, который нужен. Научные исследования проведены в научно-исследовательской лаборатории, созданной в Казанском федеральном университете в 2022 году в рамках национального проекта «Наука университеты». Отметим, что разработчики получили патент всего за два месяца. Это говорит о важности разработки. Дарья Деменкова, Карина Саяхова, Фаридзахи Таглы, Универньюз.